На НТМ программа о происшествиях студия Анастасии Целигина. Здравствуйте! В Саранске завершился один из этапов профилактической акции «Пешеходный переход». Ее проводит местное отделение госавтоинспекции. За первый день плановых проверок уже выявлено 45 нарушений, из которых не соблюдали правила ПДД 26 водителей и 19 пешеходов. Проведение акции направлено на профилактику и предотвращение дорожно-транспортных происшествий. В рамках ее проведения сотрудники ГАИ контролируют движение на дорогах, уделяя особое внимание выявлению таких нарушений, как непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам в специально установленных для этого местах, так и переход проезжей части пешеходами, где удобно, либо на запрещающий сигнал светофора. Одного из таких нарушителей задержали в центре города. Данный водитель будет привлечен по статье 12.18 за непредоставление преимущества пешехода, переходящему в проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора. На каждого из нарушителей составляется административный материал. Для пешеходов установлен штраф в размере 500 рублей. Для водителей данный штраф будет стоить от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Профилактическая операция продолжит свою работу до 12 декабря включительно. Несмотря на то, что за безопасностью на дорогах республики регулярно следят правоохранители, происшествия все же случаются. Чаще всего виной тому несоблюдение правил дорожного движения. Так, 10 декабря в Мордовии зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 8 человек. В Ленинском районе Саранска 29-летний водитель Вазовской девятки не справился с управлением и наехал на препятствие. Мужчина был доставлен в больницу. В Лямберском районе около 10 часов утра автоледи за рулем Хонды Джаз тоже не справилась с управлением своего автомобиля и врезалась в столб. В результате ДТП женщина получила различные травмы, медики назначили ей необходимое лечение. Вечером того же дня в этом районе произошло еще одно ДТП. 45-летний водитель Volkswagen Caddy не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Жигули» под управлением 68-летнего водителя. В результате ДТП водители-пассажиры автомашины ВАЗ были доставлены в районную больницу. Дорожно-транспортные происшествия не обошли страной и Зубовополянский район. В 10 часов вечера дорогу не поделили НИВА и ВАЗ седьмой модели. По предварительным данным, 23-летний водитель «семерки» не предоставил преимущества в движении транспортному средству и столкнулся с НИВА, которую управлял 25-летний мужчина. В результате травмы в ДТП получили 4 человека. Они доставлены в Зубовополянскую ЦРБ. Учащиеся 32-й школы города Саранска снова побывали в гостях у республиканского отделения Росгвардии. На этот раз ребята посетили пункт постоянной дислокации отряда. Бойцы спецназа показали юным гостям приемы рукопашного боя, позволяющий противостоять вооруженному противнику. Кроме того, ребята посмотрели на боевое оружие, примерили на себя образцы экипировки бойца СОБР. Мальчика, который сбежал из школы-интерната, нашли. Подросток прятался на одной из дач. Причину его столь эмоционального поступка выясняют специалисты. С ребенком работают психологи. Попытка доставить в исправительные колонии запрещенные предметы вновь не увенчалась успехом. В седьмую колонию хотели перебросить 4 свертка, в которых находилось 8 мобильников. При попытке совершить данное противоправное деяние был задержан житель республики. На нарушителе составлен административный протокол. В 18-й колонии телефон и зарядник к нему были обнаружены при досмотре бандероли. Посылка пришла в места лишения свободы от жительницы Москвы. По данному факту проводится проверка. Выпуск завершает традиционная рубрика «Внимание и розыск». Правоохранители устанавливают местонахождение пропавшей без вести Ларисы Александровны Федосеевой. Женщина ушла из дома 5 октября и назад не вернулась. На вид пропавшей 40-45 лет. Рост 165-170 сантиметров. Среднего телосложения, волосы короткие, русые, с белым милированием. Глаза светлые. Была одета в красную куртку, черные брюки и кофту кофейного цвета. Если вы располагаете информацией о Федосеевой, сообщите по телефону 29 77 88 или 02. На сегодня это все. Все выпуски «Тревожной кнопки» и других проектов народного телевидения Мордовии вы можете найти на нашем YouTube-канале и на официальном сайте. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!